Здравствуйте! Это программа «Гость в студии». Проект Народного музея «Малахитовая шкатулка», реализованный Северским трубным заводом, удостоен премии «Серебряный лучник Урал». Подробнее об участниках конкурса, престижности и награды и непосредственно о самом Народном музее расскажет автор проекта Александр Федосов. Александр Петрович, наша телекомпания второй раз принимает участие в конкурсе. В прошлом году стали дипломантами, в этом году победили. Как считаете, в чем секрет успеха? Смотрите, «Серебряный лучник» – это достаточно престижный конкурс профессионального мастерства среди пиарщиков. Он – массовый конкурс, хорошо известный и, конечно же, более-менее себя уважающая прислужба любого предприятия, организации, компании считает, по большому счету, своим долгом в нем принять участие. До определенного момента мы участия не принимали. Наверное, накапливали силы. Ну, вот, собственно говоря, вы правы. В прошлом году у нас был достойный проект. Проект, который полевчане очень хорошо знают. Это фильм к юбилею нашего города «Первый город на часовой». Этот фильм был заявлен в качестве номинанта в ту же самую номинацию, что и в этом году. Но, действительно, он попал лишь в шорт-лист премии. Это само по себе очень неплохо. Я считаю, что подобного рода результат достаточно значимый. Вот так вот просто сразу принять участие и попасть в финал. Это было здорово. Но да, он не стал победителем в номинации. В этом году ситуация немножечко поменялась. В чем секрет? Ну, сложно сказать на самом деле. Я не готов к такому выводу, что, дескать, «Первый город на часовой» хуже, чем тот проект, который мы представляли в этом году. Телезрителям напомню, а кому-то просто скажу, что это, конечно же, создание Народного музея «Малахитовая шкатулка». Ну, собственно говоря, конечно, эти проекты разные. Так или иначе, каждый из них направлен на популяризацию вот этого удивительного нашего городского наследия. То, что нам оставили наши выдающиеся граждане, то, что оставили наши жители города, которые жили до нас. Ну, по-своему, каждый проект интересный. Что касается «Первого» или там какого-то иного места, то здесь это в большей степени, наверное, ну, вы знаете, как говорят в подобных случаях, «Звезды» сложились именно так. Они могли сложиться ровным же образом, точно так же. И в прошлом году мы могли стать вполне победителями номинации, но там вот что-то, что-то вот витало такое, что помешало нам стать победителями. В этом году все сложилось так, как и должно было, наверное. Проект действительно был на голову сильнее проектов конкурентов. И мы выглядели, на мой взгляд, очень уверенно. Ну, вот вы говорили о конкурентах. Действительно, конкуренция на конкурсе высокая. И тут дело, наверное, даже не только в «Звездах». Сколько было участников и из каких регионов приехали? Сколько было участников непосредственно в номинации? К сожалению, этой цифры у меня нет. Но организаторы в своем релизе написали, что номинация «Продвижение территории», «Продвижение и развитие территории» была самой массовой. Среди всех, собственно, номинаций она была самой представленной. Ну, по большому счету, это и ожидаемо. Так происходит практически каждый год, потому что именно в этом направлении территории в последние годы активно развиваются и готовы предложить сообществу, в том числе и профессиональному, свои продукты. То, что они накреативили в течение какого-то периода времени. То есть это была самая массовая номинация. Но, опять-таки, хорошо известно, что за всю историю, а это, по-моему, с 1997 года, премия, по крайней мере, она существует, вот уже, собственно говоря, достаточно продолжительный период времени, было заявлено около четырех тысяч участников. Четыре тысячи участников. То есть можно себе представить, так вот математически усреднить, что, ну, достаточно сотни, сотни претендентов каждый год. С учетом, опять-таки, региональности этой премии, потому что «Серебряный лучник» — это премия федеральная, но она разбита на регионы. По Волжье, Центральная Россия, Сибирь, Дальний Восток и Урал. Мы принимали участие в уральском сегменте. И с учетом того, что, собственно говоря, здесь не так много креативных и ярких и масштабных предприятий, способных по этой повестке работать, ну, выходит, что мы действительно победили достаточно конкурентной борьбе. Ну, а какие-то проекты вот в нашей номинации вам лично запомнили, что бы отметили о других участниках? Ну, и наша номинация, по крайней мере, та тройка, которая была представлена, это действительно достаточно сильная. Ну, чего только стоит сказать, например, компания МТС. Ну, это Титан, это самый крупный поставщик связи, услуги связи на территории Российской Федерации. Игрок интернациональный, глобальный. Компания МТС представлена и в Европе, и в Африке, и практически на всех континентах. Вот с ней нам пришлось сразиться в финале. И наш проект был признан победителем, он был признан лучшим. Хотя, нужно сказать, что, опять же, компания МТС предоставила, представила вниманию жюри очень интересный проект. По-моему, он назывался «Легенды Екатеринбурга». Яркий, действительно не похожий ни на какие другие, и достаточно масштабный. Они очень довольны тем, что этот проект у них был реализован. Они его представляли с гордостью. Но все-таки вот некой эксклюзивности, некой изюм, вот того изюма, как принято говорить, может быть, у них не хватило. Слишком уж оно было технологичным. Впрочем, сама компания МТС, это технологичная компания, она действительно, может быть, этим и берет. Но вот не в этот раз. Были и другие представители, другие компании, но вот, пожалуй, МТС была ближе всех к победе. Ну, опять-таки, на мой взгляд. Музей «Малахитовая шкатулка», этот сам проект, уже увидели сотни полевчан. Побывала эта выставка и на закрытии года Павла Петровича Бажова, который проходил в театре эстрады. Каковы дальнейшие перспективы у этого музея? Будет ли пополнение экспонатов? Ну да, это абсолютно так и есть. Это действительно музей, в котором уже побывали даже не сотни, а тысячи человек. Мы давно перевалили, за этот показатель тысячи человек побывали, но, конечно, еще гораздо больше в музее не были, и о музее, может быть, даже не слышали. Поэтому вот так важны те программы, которые делает 11 канал, который популяризирует этот проект, делает его проектом, что называется, на слуху. И мне бы, пользуясь случаем, конечно же, хотелось бы пригласить наших телезрителей. Обязательно приходите в это диковинное место, на самом деле, равного по своей какой-то такой, может быть, незамысловатой, вместе с тем, очевидной энергетике, ну, это еще поискать. Вряд ли вы еще что-то подобное найдете на карте, даже не Полевского, а Свердловской области. Это действительно, что называется, место на особицу. У нас представлены уже сегодня, с момента открытия, такие оригинальные экспонаты, как самая большая шкатулка малахитовая в мире, самая маленькая малахитовая шкатулка в мире, аутентичный, полностью достоверный образ Павла Петровича Бажова, в полный рост. Представлены уникальные книги. А вот если говорить о коллекции фарфора, которая сосредоточена в стенах нашего музея, то можно с уверенностью сказать, что ничего подобного у нас в государстве нигде нет. Конечно, есть собрание фарфора и есть производственные коллекции, чего только стоит музей Дулевского фарфорового завода, но это все-таки не про нас, а здесь, в Полевском, сосредоточие именно бажовского наследия. Больше вы этого нигде никогда не увидите, поэтому, конечно же, приходите к нам, любуйтесь лучшими образцами, работами, лучшими художников декоративно-прикладного искусства Советского Союза, России. И сегодняшние мастера, это, к слову, о пополнении коллекции, они, конечно же, ничем не уступают тем, что были раньше. Вот у нас в студии представлен удивительный сундучок, который тоже можно назвать шкатулкой. Каждая панель, каждая сторона его – это настоящее произведение искусства. Резчик по дереву Надежда Кокорина, мастерица из Серова, сделала вот такой шедевр, я не побоюсь такого слова, на который можно любоваться, ну, честное слово, часами. Смотришь и не хочется отводить глаз. Приходите, он, кстати, еще не закончен, будет еще и дополнительная обработка, он засияет еще и камнями, совсем скоро он станет экспонатом нашего музея. Продолжает пополняться музей и керамикой. Это майолика, выполненная, Данила Мастер, выполненная в удивительной технике обливной керамики. Собственно, техника, по большому счету, в последние годы немножечко возрождаться начала, до сего момента была, можно сказать, почти утраченной. Наверное, я не имею права не сказать еще об одном экспонате, который стал частью нашей коллекции. Это аутентичное репринтное издание книжки «Малахитовая шкатулка». Все хорошо знают, а кто не знает, я это просто проговорю еще раз, что в 1939 году, ровно 81 год назад, в свете было издано, в свете появилось первое издание самой настоящей «Малахитовой шкатулки». Его подарили на день рождения, день рождения у Павла Петровича 27 января, подарили Павлу Петровичу, ну, даже, можно сказать, сигнальный экземпляр этой книги. Основной тираж был только летом 1939 года. И этот сигнальный экземпляр представлял собой действительно удивительное издание. Помимо всего прочего, что это был первый экземпляр «Малахитовой шкатулки», первый напечатанный экземпляр, он был своеобразно украшен. Было золотое тиснение, был медальон из «Малахита», на котором красовалась ящерка с хризалитовыми самоцветами. Вот такое издание мы спустя 81 год попытались воспроизвести в реальной жизни, тем более, что прежнее, то, что было подарено Павлу Петровичу, бесследно исчезло. Прямо от писателя его отняли, показали, чуть-чуть дали возможность с ним пообщаться, я имею в виду, с изданием. И тут же забрали его и отправили в Нью-Йорк на выставку «Мир завтрашнего дня», выставку книг. И там бесследно этот экземпляр исчез. И вот спустя 81 год он вернулся к нам на Урал. И, конечно же, совершенно здорово, что он сейчас займет свое достойное место в коллекции нашего Полевского музея «Малахитовая шкатулка». Я уверен, что подобного рода лоты, подобного рода экспонаты, правильнее сказать, они, конечно же, будут украшать и наш непосредственно коллекцию музея, и, конечно же, наш город. Этих экспонатов становится все больше и больше. Если забежать чуть-чуть вперед, можно сказать о том, что вот-вот к нам приедут еще приедут еще две миниатюры, которые вот у нас есть одна самая маленькая «Малахитовая шкатулка» в мире, выполненная из гумешевского «Малахита» с позументами из самородного золота, не увидеть которую, просто, мне кажется, категорически нельзя. А будет еще две миниатюры, они приедут к нам очень скоро. Это памятник скульптора Степаненко, это тот самый памятник, который сейчас находится на могиле писателя на Ивановском кладбище в Екатеринбурге, великолепный памятник на горке. И вот этот памятник будет вырезан, и мы его увидим на кончике грифеля, карандаша. Конечно, этот экспонат мы можем смотреть только в сильную лупу. И вот этот памятник на граффити, по сути дела, будет высечен и выставлен на всеобщее обозрение. Ну и еще один лот, это тоже миниатюра, это прижизненный портрет Павла Петровича Бажова, выполненный в красках на зернышке из гречки. Гречневая кашля – это любимая еда Павла Петровича Бажова, и поэтому мы, отдавая какую-то дань традиции писателю в том числе, мы вот такой удивительный экспонат готовим для наших посетителей. Ну, помимо всего прочего, конечно, будет масса других очень интересных, ярких вещей, которые доставят по-настоящему эстетическое удовольствие всем тем, кто к нам в музей придет. Обязательно приходите, обязательно заказывайте экскурсию. Наша главная задача – влюбить вас, Павла Петровича Бажова, в его творчество, в его удивительное наследие. Ну вот мы проговорили, Игорь, с тобой на эту тему и забыли даже показать наш диплом, который, собственно говоря, вот этот вот удивительный конкурс «Серебряный лучник» нам дал за тот проект, которым я сейчас вот в течение всей этой программы рассказывал. Вот, уважаемые телезрители, посмотрите, это действительно победа, и я уверен, что победа не последняя. Ну, мне кажется, раз такой музей смог влюбить в себя таких искушенных членов жюри такого конкурса, то, я думаю, и посетителей музея равнодушными точно не оставят. Это действительно так. У нас, как правило, я так себя успокаиваю, отчасти я это вижу непосредственно по обратной связи. Никто разочарованным не уходит. Если человек пришел, пришел на нашу экскурсию, он выносит из этого зала гораздо больше, чем просто впечатление. Он выносит знания о предмете, то, собственно, о чем мы рассказываем во время экскурсии. И он выносит частичку, которая начинает немного, так скажем, если образно говорить, пульсировать. Это любовь, любовь к той территории, где ты живешь, любовь к тому краю, где живут твои дети, где когда-то до тебя жило большое количество людей, которые работали в том числе и на сегодняшний день. То есть крепнет уважение, уважение к городу, уважение к Уралу и вообще к эпохе. В том числе и самоуважение. Ну и последний вопрос. 2018 год – это проект «Первый город на часовой». 2019 год – «Малахитовая шкатулка». На 2020 год запланирован ли какой-то такой крупный проект? Планируете ли дальше участвовать в «Серебряном лучнике»? У нас выбора-то нет, по большому счету. Наш план медийных мероприятий, он очень плотный. Пресс-служба не живет спокойно. Это не свойственно нашему институту. Мы действительно большой, серьезный институт, который работает над имиджем городообразующего предприятия. А на предприятии такая бурная жизнь, такие яркие проекты реализуются, что не рассказывать о них, не представлять их нельзя, невозможно и неправильно. Если говорить о ключевом флагманском проекте, который будет реализован в этом году, он будет реализован уже, по большому счету, достаточно скоро. Буквально осталось несколько месяцев. Мы будем праздновать 75-летие Победы. И в честь этого события, ровно так же, как 5 лет назад, в цехе Т1, мы будем встречать всех заводчан на общую спевку, которая будет называться «Трубим Победу». Рядом непосредственно с проявлением технологий, там, где катается труба, будет организован хор многотысячный северских трубников. Мы, конечно же, будем приглашать и ветеранов, в том числе оставшихся, слава Богу, еще есть такие оставшиеся в живых ветераны Великой Отечественной войны, студентов, школьников, представителей творческой интеллигенции. Мы будем приглашать, принять участие в едином, в единой спевке. Я думаю, что это будет так же незабываемо, как 5 лет назад. В этом году мы будем это делать даже более масштабно, чем 5 лет назад. Это будет и чуть более продолжительное мероприятие, и это будет мероприятие более яркое. Мы по предварительной договоренности к нам приезжает Новоуральский симфонический оркестр, который будет обеспечивать вот то самое музыкальное сопровождение. Мы организуем прямую трансляцию, и сейчас ведутся переговоры о том, чтобы эту трансляцию подхватили ведущие региональные каналы Свердловской области, чтобы эта трансляция стала общедоступной. По предварительным есть предварительные наметки, и я из суеверия, наверное, не буду об этом подробно говорить, но тем не менее есть предположение, что мы все-таки станем и на самом крупном информационном ресурсе Свердловской области также присутствовать, я сейчас говорю про Е1. По крайней мере, заинтересованность наша общая уже, так скажем, уже осязаема, уже понятна. Так что я всех, конечно же, приглашаю участвовать в этом удивительном, теплом и необыкновенно волнительном мероприятии. Ну а мы, 11-й канал, обязательно будем также вести трансляцию и рассказывать о подготовке и о самом этом масштабном мероприятии. Вы смотрели программу «Гость в студии». До свидания.